Критическая мысль развивается, и вообще я попал, знаете, в мир, в бразильский мир, совершенно удивительный, где люди могут спокойно исповедовать несколько религий, например. Вот очень странно, немыслимо ни для Европы, ни для нас. Совершенно другой, более гибкий, более мягкий, одновременно более живой мир, где культура босса новая, музыкальная, содержит почти постоянные, либо удивительные аллюзии на мировую авангардную поэзию Нерамбона, Малярме. То есть эстрада настолько интеллектуальная, что после этого, смотря на нашу эстраду, ты понимаешь, что это просто зона, такая одна сплошная, кривая, грязная, немытая, омерзительная, унижающая себя и тех, кто ее слушает, зона. Как пощечину даже воспринял, как может быть внешняя, формальная, музыкально-эстрадная культура обладать таким духовным, фундаментальным измерением? По сравнению с нами, это просто небо и земля. Их интеллектуалов, бразильскую геополитику, бразильскую культуру, бразильскую музыку. Я вот являюсь таким поклонником, совершенно последовательным, убежденным и старым поклонником бразильского джаза и бразильской босса новой. Я считаю, что просто мы совсем ничего не знаем о том сокровище, который представляет собой этот народ, эта страна, эта культура, это общество. Это лучший партнер, на мой взгляд, для диалога. И я считаю, что Бразилию вслед за мной должны открыть наши российские интеллектуалы, мыслители, геополитики, культурологи, философы. Да, там есть и философия, и совершенно уникальные философии. Открыл для себя Весенто Феррера да Сильва, такого бразильского философа, ученика Хайдегера, друга Ойгана Финка, который блестящие совершенно работы о трансцендентности мира писал. То есть это полноценная интеллектуальная культура, которую фору даст многим современным европейским или северноамериканским интеллектуальным средам. То есть Бразилия – это фантастика, это континент, открытый мной. Вот первый раз я там был. И я думаю, что как мы должны открывать для себя Бразилию и бразильскую идентичность, вот эту «У Бразил Бразилейру», такую «Бразильскую Бразилию», как в наиболее знаменитой как раз в «Шлягере Бразилию» поется. «У Бразил Бразилейру», «Бразильская Бразилия», мне еще понравилось. Они спокойно говорят, нам нужна русская Россия, нам расточертило она не русской. Она должна быть русской, такой же, как бразильская Бразилия. Не в том смысле русская, этнически русская, а вот именно идентичность свою мы должны ценить, так же, как бразильцы ценят свою. И, соответственно, я думаю, что бразильцам тоже будет очень интересно познакомиться с нами. Они нас плохо знают и с огромным воодушевлением, со страстью нас открывают для себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова